И сегодня мы проводим вебинар в рамках методической пятницы. Это уже добрая традиция нашей компании проводить методические пятницы. И тема сегодняшнего нашего разговора будет задание с развернутым ответом в письменной части единого государственного экзамена «Система подготовки и методика проверки». Ну, мы с вами знаем, что осталось несколько недель до проведения единого государственного экзамена по английскому языку. Мы все волнуемся, все нервничаем. Ну и вот мне на этой волне, так сказать, хотелось бы дать вам какие-то советы, которые, я думаю, пригодятся вам и вашим ученикам. Но прежде всего мне хотелось бы рассказать немножко о нашей компании, компании Relot, которая уже успешно находится 30 лет на рынке образовательных услуг, является эксклюзивным дистрибьютором издательства Оксфордского университета, Оксфорд University Press в России, поставляет учебную, художественную, специализированную литературу более 500 мировых издательств. Также она является организатором международных конкурсов, олимпиад по иностранным языкам, разрабатывает и организует проведение независимого мониторинга качества и также разрабатывает и организует курсы повышения квалификации педагогов английского языка. Так что присоединяйтесь к нам, проходите наши курсы, получайте свидетельства и удостоверения о повышении квалификации. Темы очень интересные. Итак, ну и несколько слов обо мне. Меня зовут Малинова Юлия. Я старший методист и руководитель отдела образовательных проектов нашей компании VELOT. Я учитель английского языка высшей категории, и мой стаж уже более 21 года в школе. Также я являюсь экспертом ЕГЭ. Сама сдавала ЕГЭ два раза на высокий экспертный уровень, поэтому вот, может быть, какие-то мои советы сегодня вам будут полезны. О чем мы сегодня собираемся с вами поговорить? Ну, хотелось бы проектировать результаты ЕГЭ прошлых лет. Ну, я взяла 2014 год. И за прошлый год. Я думаю, что этот анализ нам поможет выяснить, почему раздел «Письмо» все-таки до сих пор представляет сложность для учащихся. Из этого мы с вами обсудим, как можно и нужно. И я дам какие-то советы. Может быть, вы что-то предложите. Выстроить все-таки систему подготовки учащихся к выполнению заданий раздела «Письмо». Ну, и несколько советов, как правильно оценивать письменные работы учащихся, что является немаловажным. Итак, хотелось бы представить вам диаграмму, на которой изображены результаты единого государственного экзамена по английскому языку за 2014 год. Ну, и, как мы видим, раздел «Письмо» у нас занимает одно из последних мест. Вот, как вы думаете, почему? Вот, просто выскажите свои предположения. Почему письмо у нас на самом последнем месте? Ну, коллеги, давайте поучаствуем активно. Нету никаких предположений. Ну, да, продуктивные навыки сложнее рецептивных, конечно. Мало внимания на уроках уделяется письмо. Почему? Да, потому что это продуктивный вид деятельности. Абсолютно согласна с вами, конечно. Ну, а ЕГЭ у нас началось с вами. Ввели ЕГЭ, да, в 2009 году. И как преподавалось-то письмо? Собственно говоря, ему не уделялось именно большого внимания, как продуктивному виду деятельности. Что делали у нас дети? Техника письма, например, там какие-то упражнения носили репродуктивный характер. Спешить текст от первого лица или вставь пропущенные слова и так далее. То есть мы посредством письма развивали абсолютно другие виды речевой деятельности. Грамматика, чтение и так далее. А ему как продуктивному виду деятельности абсолютно не уделялось внимания. Поэтому вот такие результаты. И еще хотелось бы отметить, как раз в этот год, 2014 год, когда я читала аналитические материалы, как раз-таки ввели дополнительное время на экзамене 20 минут, потому что учителя жаловались и учащихся, что не хватает времени на эссе, поэтому писали только личное письмо, а бланки с ответами по эссе оставались пустыми. И вот в этот дот как раз экспериментальный такой учащийся решили попробовать себя написание эссе. Ну и, конечно, мы видим, какой был провал. И давайте посмотрим на 2020 год, результаты ЕГЭ. Ну, у меня здесь не обозначены проценты, потому что это самые свежие, так сказать, результаты от разработчиков ЕГЭ. И мы смотрим, да, письмо, конечно, результаты по письму выросли вместе с результатами других видов речевой деятельности. Но, тем не менее, как и в предыдущие годы, конечно, этот раздел оказался наиболее сложным для экзаменуемых. В основном это, как вы думаете, из-за чего? Из-за задания 40, конечно. Что касается задания 39, то подавляющее большинство участников с ними успешно справится. Ну вот давайте вспомним, и вот обратите внимание на табличку, да, что в процентном соотношении раздел письмо у нас отстает от других видов речевой деятельности, всего лишь 62%, да, а лидирует у нас чтение. Давайте остановимся на типичных ошибках. Вот я в этой табличке представила типичные ошибки за 2014 год и за 2020 год. Напомню, что же нужно уметь, да, делать в этом задании. Ну, сейчас, извините. Значит, расспросить адресата в личном письме о его жизни и делах, задать вопросы, да, выразить в письменной форме благодарность и надежду на последующие контакты, соблюдать в личном письме правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в странах изучаемого языка, правильно выбирать стилевое оформление, то есть неофициальный стиль, соблюдать логичность изложения, использовать средства логической связи внутри абзацев и между ними, логично разделить текст на абзацы и структурно оформить личное письмо в соответствии с нормами письменного этикета. Ну, вот давайте посмотрим, да, типичные ошибки, которые были на 2014 году и в 2020. И мы смотрим, что по сравнению, да, через 6 лет мы всего лишь, учащиеся всего лишь научились не нарушать стиль, да, они поняли, что нужно писать в неформальном стиле и соблюдать нормы вежливости. То есть типичные ошибки, как неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую информацию, неумение запросить информацию, соблюдение требуемого объема, языковые, лексико-грамматические ошибки, у нас уже стали, собственно говоря, устойчивыми, нетипичными, а устойчивыми ошибками. И по организации текста я разделила, видите, у меня три критерия РКЗ, это решение коммуникативной задачи, напомню, ОТ – организация текста, ЯО – это языковое оформление. И по организации текста, если в структурном оформлении были ошибки в 2014 году, то учащиеся в 2020-м забыли использовать средства логической связи и частенько нарушали из-за этого логику, да, своего письменного высказания. Итак, ну вот хотелось бы привести пример. Это я взяла из аналитических материалов за 2014 год. Вот посмотрите просто, как оформляли наши дети личное письмо, какие были ошибки. Ну, начнем с оформления, да, с организации текста. Во-первых, адрес, посмотрите, написал с фамилией. Ни в коем случае этого нельзя делать, потому что это не шифрация работы. Нету даты, забыл дату написать. Завершающая фраза и подпись на одной строке – это ошибка. Нет логических мостиков между абзацами. Абсолютно, да, ну, текст разделен на абзац, но логики, логических мостиков средств связи не применил учащийся. И по содержанию, да, ответил на вопросы, посмотрите, есть и первый, и второй, и третий вопрос, и обозначена. Но, если мы внимательно прочитаем его ответы, это, во-первых, если вопрос, там, первый вопрос, да, do you prefer to travel by car train and airplane, and why? Учащийся забывает вопрос why, почему, то есть этот вопрос уже считается неполным и неточным. А второй, третий вопрос просто, он взял вопросы и их написал без вопросительного знака, собственно говоря. Да, поэтому ответы даны, но не полные, не точные. Очень часто, очень прям устойчивая, типичная ошибка при asking questions, да, учащийся невнимательно читает письмо стимул. Я вот на отдельной строчке выделила, I am planning to take driving lessons soon. Значит, здесь нужно было проанализировать, да, в каком времени нужно было задавать вопросы. Мальчик задал, а Фоменко, Игорь, да, вопросы в пас-симпл, как будто этот урок уже состоялся. То есть вопросы заданы не в соответствии с коммуникативной задачей. Вот такие ошибки делали наши учащиеся в 2014 году. Что касается развернутого ответа, задание 40. Вот что нам нужно было уметь? Создавать письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной теме, да, оно у нас называлось «Мое мнение», «My opinion», «Opinion essay», «Opinion essay», I'm sorry. Нужно было показать проблемный характер предложенной темы, перефразируя ее. Выразить письменное собственное мнение и осуждение. Сформулировать аргументы в защиту своего мнения, своей точки зрения и контраргументы в опровержении довода оппонента. Сформулировать противоположное, то есть мнение оппонента и аргументы в ее защиту. Подвести итог сказанному, подтверждая свою точку зрения. Правильно выбрать стилевое оформление. Использовать средства логической связи. Логично делить текст на абзацы. Широко использовать накопленный словарный запас, а это задание высокого уровня. И изученные грамматические конструкции при создании письменных текстов. А также уметь использовать перефраз. Использовать синонимы-антонимы. И, ну, естественно, соблюдать правила орфографии и пунктуации. Продолжение следует... Посмотрите на типичные ошибки 2014 года и 2020. Значит, исправились только, перестали нарушать стиль. То есть поняли, что стиль нужно, соблюдать нейтральные высказывания. То есть ошибки через 6 лет не были исправлены, то есть стали устойчивыми. Итак, вот заключение разработчиков ЕГЭ, что за 2009-2020 год оно тоже остается устойчивым. Наиболее сложным для участников экзамена остаются задания по созданию связанных письменных текстов. И продуктивные умения письменной речи остаются наиболее сложными для освоения. И вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, почему у нас это происходит? Почему типичные ошибки становятся устойчивыми? Вот ваше предположение. Почему? Ну, никак. Посмотрите, столбики вырастают в рецептивной части. И чтение, и аудирование, и даже устная часть, да, устная речь. Речь у нас сравнялась с рецептивными навыками. А письмо все никак. Почему? Что мы делаем не так? Нет четкой системы подготовки к написанию формата эсэ в школе. Мало практики. Мало письменной практики. Так. Педагоги. Ригидно. Так. Ну, я, собственно, согласна с вами, но давайте все-таки посмотрим. Да, значит, это не сама, но это частично и мое мнение, и мнение разработчиков. Они ведь из года в год в аналитических материалах пишут. В чем же проблема? Почему наши учителя почему-то на это не обращают внимания? Итак. Ошибки у нас устойчивые, потому что не сформированы у нас умение анализировать задания. Задания и критерии оценивания. То есть прежде чем начинать подготовку к письменной части, нужно обязательно проанализировать задание. Не просто его прочитать, да? А проанализировать смысл содержания. Далее. Познакомить учащихся, естественно, с критериями оценивания. По каким критериям их будут оценивать. Далее. И сформирована самопроверка. Учащиеся написали письмо и сдали вам. Вы его проверили и вернули. Ну, критерий меняется каждый год. Не скажите, нет. Критерии достаточно устойчивые. Может быть, какие-то есть незначительные изменения, но в основном они устойчивы. Взаимопроверка. Все-таки здорово, когда ребенок, да, сам себя умеет проверить, но и может проверить другое. Таким образом он рефлексирует свои ошибки и анализирует типичные и чужие ошибки. Это здорово. Далее. Не умеет провести лингвистический анализ. То есть на предмет лексических, грамматических ошибок, орфографических, потенционных и так далее. Поэтому много получают минусов за вот этот вот аспект. Далее. Метапредметные умения. Несформированные. Не понимают смысл задания и суть темы. Поэтому уходят от этого. Делают и выполняют неправильно. Далее. Не могут спланировать толком свое письменное высказание. Начинают, как говорится, за здравие и заканчивают за упокой. Вот такая логика идет, присутствует. И правильно строить стратегии выполнения заданий. Вот этому мы должны учить. Ну вот Анна Дмитриева пишет, что школьная программа в целом не учит детей мыслить, анализировать. Могу поспорить и хочу поспорить. В 2012 году у нас введены были федеральные образовательные и государственные стандарты. И если вы цели и задачи этого всего почитаете, то у нас цель какая? Научиться мыслить, анализировать. И строить уроки учителя должны так. А мы все работаем по старинке. Сказал тему и пошел дальше выполнение упражнений. Конечно, так нельзя. Нужно начинать, товарищи, с себя, уважаемые коллеги. Итак, естественно, при подготовке к этой письменной части нужны пособия. Потому что учителю и так тяжело готовиться к урокам. Очень много нагрузки. Загружены учителя. И самим где-то подбирать по интернету, плавать, подбирать пособия. И сейчас, тем более, много очень недобросовестных разработчиков именно таких пособий, которые совершенно не соответствуют ни формату, ни цели экзамена. Поэтому мне бы хотелось порекомендовать вот этого пособия Russian State Exam. Автор Хатунцева Елена Александровна. Она действующий учитель. Она эксперт ЕГЭ и, мало того, она тьютор. И с 2008-го, от самых истоков, этот человек идет и на основании собственного опыта, на основании типичных ошибок, она вот создала такое пособие, которое, на мой взгляд, решает проблему подготовки. Ну, не в целом, конечно, да, но помогает решить. Потому что содержит задания на анализ типичных ошибок учащихся, рекомендации по выполнению заданий и комментарии по их оцениванию, а также первичный панк заданий для самостоятельной работы. Я очень рекомендую вам приобрести это пособие и прямо сделать настольные книги при подготовке своих учащихся. Потому что упражнения подобраны очень логично, да, и развивают вот именно вот эти вот умения мыслить, анализировать и так далее. Не просто, как мы тупо натаскиваем на экзамен, извините за выражение, а именно подходить с точки зрения анализа вот того, что они сделали, да, и как выполнять. Ну вот, я сегодня построю свое выступление как раз-таки на основе этого пособия. Итак, значит, если вот говорить о системе подготовки, сначала, конечно, нужно разобрать инструкцию. Нужно разобрать инструкцию к заданию. В таком виде вот у нас задание имеется в КИМах, и учащиеся, конечно, должны обратить внимание на выделенные жирным шрифтом слова. То есть на ограничители, во-первых, по времени, да, далее вы получили письмо, которое пишет, и выдержка из письма. Далее жирным шрифтом у нас нужно что сделать, да, задать три вопроса и ограничение по объему слов, 100-140 слов. Значит, здесь вот мне бы хотелось еще, вот я бы, например, выделила вторую часть задания, да, in your letter, answer your questions, ask three questions about her, her new mobile. Вот о чем нужно задать вопрос? Вот на это бы я акцентировала внимание, потому что многие ошибки делают как раз-таки, задавая вопросы не по теме, не в соответствии с решением коммуникативной задачи, не в соответствии с коммуникативной задачей. Далее обязательно нужно проанализировать, да, организацию текста, как нужно оформить личное письмо. Вот дается эталончик такой, да, и здесь расписывается все, где адрес, где дата, как оно выглядит, да, как нужно поприветствовать в письме, как нужно поблагодарить, да, ссылка на предыдущие контакты, как правильно ее сформулировать, два абзаца должно быть, где учащиеся отвечают на вопросы, где нужно задать вопросы, попрощаться, да, выразить надежду на последующие контакты, подпись и завершающую фразу. Все это с учащимися, конечно, нужно проанализировать. И это есть в пособии Елены Александровны Хатунцевой. Далее. Вот такие замечательные упражнения идут по анализу содержания, по решению коммуникативной задачи, по языковому оформлению и организации текста. То есть есть как отдельные задания, например, по РКЗ, да, очень здорово она ставит формулировку задания Why will the student not score maximum points for the content? Content, I'm sorry. То есть ребенку не просто там нужно проверить какую-то ошибку, а почему учащийся не получит максимальное количество баллов за то, что он написал, за содержание, за РКЗ, да, предлагается ответить на следующие вопросы. Языковой анализ, да, языковое оформление. Проверьте, да, организацию текста, грамматику, лексику и так далее. Отметьте, да, галочки, где правильно, где неправильно. Очень здорово можно организовать работу вот именно по анализу языкового оформления, увидеть пробелы учащихся, где же у них что западает, увидели они ошибку, не увидели ошибку, да, помочь им выстроить работу по ликвидации этих ошибок. Далее, естественно, письмо, на письмо дано всего лишь 20 минут, и учащимся все-таки предлагается, да, для эффективного выполнения этого задания все-таки сделать шаблон. Все к этому склоняются, да, во-первых, тайм-менеджмент, они не тратят время, чтобы подобрать, вспоминать фразы, какие нужно использовать в письме, да, там, чтобы выразить норму вежливости. Это средство логической связи. То есть вы можете предложить вот такую табличку, и на основе которой учащийся сам делает для себя шаблон. Далее. Вот как раз-таки по содержанию, да, пособие, пособие, сейчас секундочку отвлекусь на вопрос, можно ли по этому пособию готовиться к ОГЭ? Ну, КОГЭ, нет, сейчас же вы знаете, что формат поменялся, там электронное письмо. Ну, какие-то, допустим, советы можно использовать. И, итак, рубрика «ExamTip», да, где автор дает сначала правила, да, такое вот, объясняет суть задания и показывает примеры, как это выполнить. Здесь как раз «Asking questions», «Questions practice», ну, естественно, там следует упражнение. Естественно, я говорила уже о том, что нужно обязательно познакомить с критериями оценивания. И здесь сделано здорово, да, предложены вопросы. Вот, изучение критериев оценивания позволяет учащемуся соотнести требования к выполнению задания с требованием оценивания. Нужно обязательно обсудить, да, особенности каждого критерия оценивания и проверить, как учащие понимают их. И вот здесь как раз-таки в форме вопросов, да, можно и выяснить, понимают ли они суть критерия, да, и система их оценивания. Также, вот, когда я готовила своих учащихся, и даже девятый класс, да, вот спрашивали про девятый класс, схема оценивания личного письма. Вот это как раз по взаимопроверке. Сначала, конечно, нужно познакомиться с критериями, дать эту схему для того, чтобы он учащийся употребил для самопроверки, да, сам себя проверил по этим критериям, по каждому аспекту. Здесь не просто, видите, критерии, да, один, два, три у нас, да, но и аспекты еще. И потом не пожалейте времени, ведь все равно в плане у вас остаются резервные часы. Вот устройте такую самопроверку. Пускай учащиеся, допустим, дома, или тут же в классе напишут 20 минут, как раз тайм-менедгмент, да, и 20 минут можно дать им на взаимопроверку своих работ, да, и потом все проанализировать. Тоже очень здорово. На практике применяла, на самом деле это работает. Девчонки, у меня группа была сильная, но много было тоже типичных ошибок, и вот мы таким образом их ликвидировали. Они уже были более внимательными при выполнении данного задания. Так, приходим к заданию 40. Ну, задание 40, конечно, это целостное высказывание, не сводимое к одному-двум словам, да. Немножко повысились результаты по заданию 40, если мы вспомним диаграмму, да, 20-го года, потому что на выбор дается уже две темы. То есть учащемуся предлагается выбрать не одна тема, вот бери и пиши, как хочешь, да знаешь, не знаешь, но здесь предлагается на выбор две темы. И учащийся уже, конечно, выбирает то, что ему ближе. Вот перед экзаменом можете, и нужно даже детям все-таки напомнить, что не нужно метаться между темами, все-таки посидеть даже до дно, две-три минутки подумать внимательно, и остановиться на какой-то одной теме, чтобы потом не потеряли учащиеся времени, да, перескакивая с одной темы на другую, и не потеряли при этом баллы. Вот. Когда начинаете знакомить с заданием, обязательно об этом проговаривайте, что нужно остановиться все-таки на одной теме. Так, тема, это представляет некое утверждение, с которым экзаменуемому надо аргументированно согласиться или не согласиться. Вот, то есть экзаменуемый должен выстроить некую такую модельную дискуссию с воображаемым оппонентом. И представить лучше всего учащимся это задание не в качестве, вот нужно написать сочинение такое-то, да, а объяснить. Вот представь, что у тебя намечается какая-то дискуссия по предложенной теме, тебе нужно с оппонентом, со своим воображаемым провести такую дискуссию, поспорить. Вот, когда будет звучать именно так задание, мне кажется, это заденет учащихся и замотивирует их на успешное выполнение. Естественно, когда вы еще познакомите с планом, высказывание, с объемом и так далее. Так. Ну вот, типичные ошибки, да, вспоминаем сейчас, не могут сформулировать, перефразировать вступление. С чего мы должны начать? Ну, правило монолога, да, собственно говоря, как устного, так и письменного, мы должны начать со вступления. Во вступлении тема должна быть обязательно перефразирована. Для чего это нужно? Для чего нужен перефраз? Для того, чтобы понять проверяющим, экспертом, насколько правильно понял тему, да, суть темы экзаменуем. И вот, на мой взгляд, очень удачное такое упражнение. У меня написана тема «City living in the 21st century stressful and offers no advantages». Предлагается тема авторам. И сначала идет первое упражнение «Какая тема обсуждается?» Да, подчеркни ключевые слова. Для чего нужно подчеркивать ключевые слова? Ну, для того, чтобы, естественно, перефразировать, уметь перефразировать тему. И следующее упражнение как раз-таки вот по ключевым словам. Подберите синонимы. Вот давайте сейчас попрактикуемся. Вот «City living». Назовите мне, пожалуйста, вот синоним. Один синоним просто, чтобы вы написали. «City living». Немножко просыпайтесь с утра. «City living». Как можем иначе сказать? Ну, пока думайте. Если ко всем ключевым словам подобрать синонимы, есть, подобрать синонимы, то уже мы успешно можем перефразировать тему. Если же не подбирается у нас, ну, там, к одному слову или к двум учащийся подобрал, да, он может просто изменить грамматическую структуру. Мы знаем, что это у нас альтернатива. Это passive voice. Спасибо, здорово, молодцы. Вот. И предлагается написать на основе того, что он уже перефразировал, написать вступление. Далее. Почему важно вместе? Есть там такие, посмотрите, упражнения шестое, седьмое. Вступление плюс заключение. Для чего это нужно? Очень часто теряют свою мысль, обозначив точку зрения одну, а в заключении уже пишут про другое, да, теряется мысль. Поэтому приучите своих учащихся проанализировать, да, вступление и заключение, чтобы они были об одном и том же. Вот в шестом упражнении опять-таки предлагается заменить слова, да, записать вступление и write a conclusion to your essay, да, напишите in remember to restate, то есть заключение должно содержать ту же мысль основную, только немножечко другими словами. И здорово, что вот так вот подготовка подходит именно в таком ключе, да, чтобы не потеряться, не потерять свою основную мысль. Это очень важно. Далее. Содержание, основное содержание нашего эссе, она состоит из выражения своего мнения против мнения оппонента. Ну, естественно, здесь требуется что? И лексика, знание лексики, да, знание грамматики, да еще и нужно подумать, да, как правильно еще аргументировать свое мнение. Поэтому вы можете предложить учащимся задать вопрос, да, вот противоположные вопросы к теме и предложить им, ну, вот в данном случае, в данном пособии предлагаются уже готовые готовая лексика, да, но это на первом, на начальном этапе. Вы уже сможете с учащимся, конечно, не кидать свои идеи. Это очень важно, потому что на экзамене это нужно сделать. Вот в таком формате можно подготовить высказывание своего мнения и мнение оппонента с аргументами. Дальше. Контраргументы. Вот это самое сложное, да, эссе, согласитесь со мной, вот самое сложное. И в этом, как раз-таки в этом абзаце учащимся многие допускают ошибки. Почему? Потому что они приводят аргументы оппонента, но опровергнуть их не могут. Они пишут совершенно какие-то абсолютно другие вещи. И вот здесь как раз-таки обращается внимание, да, в рубрике «Exam Tips». Вы можете выбрать два, один или два аргумента, да, ну, лучше всего один, да, ну, если есть возможность такая, есть какие-то идеи, конечно, лучше всего два. Но эти два аргумента нужно будет тоже, в кавычках, отбить, да, в четвертом абзаце. Нужно логически, да, обдумать этот контур-аргумент, сфокусироваться на ключевой идее, да, оппонента, а потом уже, ну, так сказать, как я говорю, отбить, да, его аргументы. То есть тоже здесь в этом пособии этому обучают. Естественно, я уже говорила, что чаще всего нужно планировать свое высказывание. И когда, конечно, не стоит писать на черновике, напомните, да, «Time Management», на черновике полностью сочинение, чтобы потом, теряя время, переписывать его на чистовик. Вот на черновике можно предложить, вот делать такую табличку. Зачем эта табличка? Чтобы видеть взаимосвязь, логику своих высказываний, да, подчеркнуть ключевые слова, чтобы ребенок набросал идеи и тут же посмотрел, логично ли они связаны, да, мое мнение, мнение противоположное и контур-аргументы к противоположному мнению. Это очень важно, научите их. Далее. Следующий критерий у нас, вернее, там идет у нас четвертый, нет, третий, четвертый и пятый критерии, это языковое оформление, отдельно лексика, отдельно грамматика, отдельно орфография и пунктуация. Ну и вот такие вот тоже присутствуют у нас упражнения на анализ грамматики, спеллинга, да, и на использование, кстати, linking voice, что очень важно. Иногда учащиеся вообще нелогично, неадекватно употребляют средства связи, поэтому на это тоже нужно обратить внимание. И эти упражнения нам дают такую возможность. Комплексный анализ по решению коммуникативной задачи, по языковому оформлению, организации текста. Это я просто фрагмент такой привела, да, то есть начало, вступление, а дальше на другой страничке там уже полностью идет пример эссе, где учащиеся могут проанализировать по содержанию, по организации, по лексике грамматики и по орфографии ошибки. Опять-таки, можно выстроить это на предмет ликвидации типичных ошибок, да, и вот личных ошибок учащихся. Над чем поработать. И дополнительный бланк оценивания. Для чего он нужен? Давайте сейчас разберемся. Во-первых, это прежде всего нужно вам, да, этот бланк используют эксперты при проверке письменных работ. И до того, как стать экспертом, я понятия не имела, как проверять вообще вот работы учащихся. Ну что мы, как мы проверяем? Ну, лексико-грамматические ошибки, да, ну там, да, по организации текста, есть ли абзацы и так далее. То есть не обращали внимания на такой аспект, как логичность, да, заключение, там, вступление, ну, стилевое оформление, там, знали, смотрели, лексика, грамматика, не понимали, где лексические, что относится к лексическим ошибкам, что к грамматическим ошибкам. И вот я обозначила в нашей теме сегодняшние пятницы методическую методику проверки. Вот давайте немножко остановимся, как правильно все-таки проверять. Вот у каждого учителя, который готовит учащегося к единому государственному экзамену, к письменной части, вот должен обязательно быть такой бланк оценивания. Давайте его разберем. С чего мы начинаем, прежде всего, оценивание? Ну, естественно, с подсчета слов. С подсчета слов это почему нужно? Почему обязательно? Потому что если учащийся, да, дают ему разброс такой, да, плюс-минус 10 процентов, всякое бывает, может быть, там, что-то не дописал или там больше написал, ну, дается такая фора учащимся, да, основной объем 200-250 слов. Если написал 179, работа неоценимая. не оценивается. Не оценивается. И очень обидно, да, бывает учащимся, когда вот из-за количества слов, да, вот поставили ноль за работу, за решение коммуникативной задачи. Если за коммуникативную задачу ставится ноль, то, естественно, обнуляется и все остальные критерии. Вот. Поэтому обязательно нужно проверить, да, если ученик не набирает должное количество слов или, наоборот, превышает объем, вы должны обратить на это внимание. Так, далее у нас вступление, да, тема. Мы должны обратить внимание, перефразирована ли тема, показан ли ее проблемный характер. Вот то, что мы говорили, да, с вами при подготовке, обязательно обратить на это внимание. Далее, мнение автора с двумя-тремя аргументами. почему два-три аргумента, потому что мнение наше самое важное, да, противоположная точка зрения, может, с одним-двумя аргументами, потому что она менее для нас значимая. Четвертый аспект, объяснение, почему автор не согласен с противоположной точкой зрения, контраргументы. Это детям тоже обязательно объясняйте, как их будут оценивать. заключение с подтверждением позиций автора и нерасхождением своей точки зрения. Стилевое оформление выбрано правильно и соблюдается нейтральный стиль. Вот вопрос, да, по ходу, включается ли в объем написанной учеником тема эссе? Нет, не включается. Не включается. Если она перефразирована, да, она как бы включается, а так нет. Далее отдельно с организацией текста. Кстати, вот логичность была введена совсем недавно, потому что видели, что ученики уходят от темы. И что касается вот еще одной, один важный момент. Учащиеся путают форматы сочинения. Да, форматы сочинения. У нас же есть мое мнение, за и против. Частенько подменяют формат сочинения на за и против. Вот когда вы начинаете подсчитывать слова, обязательно посмотрите, не заменен ли формат. Если формат не соответствует сочинению мое мнение, то, естественно, работа тоже оценивается в ноль. Дальше. Деление на абзацы, использование средств логической связи, адекватное, да, и вообще использование могут и не написать. Но сейчас в последнее время, в прошлом году мы проверяли, 20-й год, собственно, у учащихся хорошо сформировано умение пользоваться средствами связи. Ребята адекватно их использовали. Ну, а на это тоже обращать внимание нужно. Лексика, грамматика и орфография идут отдельными, максимальный балл по лексике и грамматики троечка, три балла, да, орфография, пунктуация два. Итак, ну, давайте начнем. За что ставится ноль баллов? Есть испутанные форматы, да, об этом я уже сказала, личного письма, даже личное письмо пишут, но на самом деле, вот могу вам сказать, в прошлом году, 20-й год, да, уже, извините, 11 лет пишем в ЕГЭ, учителя готовят к ЕГЭ, и я не знаю, как можно выпускать учащегося, который просто в свободном полете пишет сочинение моего мнения, не соблюдая не организацию текста, это же эталонный экзамен, есть критерии оценки, есть все, то есть ребенок, он что-то написал по этой теме, но мы не могли принять в него эту работу, потому что она абсолютно не решала ту коммуникативную задачу, которую ставит Ким, задание само, вот, поэтому очень важно знать, знакомить с форматом, как, что делать, иначе получится, какой бы, язык прекрасный у ребенка был, все, но мы не могли поставить, мы не могли оценить эту работу, потому что не решена была коммуникативная задача, не было модельной дискуссии, было просто какое-то свое рассуждение. Спутанные форматы, дальше, объем письменного высказывания, я уже сказала, меньше, 180 слов, а если больше 275, естественно, помните, что отсчитываем 250 и проверяем именно это, а здесь мы теряем либо по организации текста, либо по решению коммуникативной задачи, теряются баллы. Если более 30 процента ответа имеют непродуктивный характер, то есть заученный топик был вставлен или текстуально совпадает с опубликованным источником, мы знаем, что очень много сейчас готовых эссе дают, учащихся заучивают и вставляют их в свое произведение. Значит, за это тоже если 30% эксперт заметил, что рассказывание, значит, все, работа оценивается в 0 баллов. Ну и содержание не освещает тех аспектов, которые указаны в задании, отход от темы, то есть начинал с одного, закончил другим, то есть за это ставится, по решению коммуникативной задачи ставится 0, соответственно, и работа оценивается 0. Вот как бы я советовала проверять работы, значит, вступление плюс заключение, об этом я уже говорила, да, и это у нас идет в пособии, которое я вам предложила, да, использовать. Вступление плюс заключение, значит, вот я вам здесь предложила под номерами 1 и 2 вступление и под номерами 1, 2, 3 заключение. Вот давайте сейчас с вами хотелось бы напомнить, что, как оценивает эксперт. Если аспект, да, у нас написано в критериях раскрыт точно и полно, мы оцениваем его плюсик, да, плюсик, то есть он выполнен в соответствии с критерием. Если же, например, что там ну, например, отсутствует перефраз темы, да, но присутствует, допустим, ее, показан ее проблемный характер, то мы видим, что аспект раскрыт неполно и не точно и ставится плюс-минус, да, за этот аспект. Если же аспект абсолютно не соответствует коммуникативной задаче, естественно, мы ставим минус. Вот сейчас, пока я объясняла, я думаю, что вы успели прочитать вступление. Первое и второе. Скажите, пожалуйста, вот как бы вы оценили вступление под номером один? Плюс или плюс-минус? Или минус вы бы поставили? То есть полно ли, точно ли, раскрыто содержит этот аспект? Вот давайте первый. Плюс-минус или плюс? Плюс-минус. Плюс-минус. Кто-то пишет. Так. Минус. То есть нет, эксперты бы поставили плюс-минус на самом деле, потому что, да, тема не перефразирована здесь, но проблемный характер ее показан, поэтому плюс-минус мы поставим. А вот вторая тема у нас вторую тему, пожалуйста, оцените, плюс-минус, минус или плюс? Плюс. Абсолютно. Да, все верно, показана тема и перефразирована, да, мы видим, заменены слова, заменена грамматическая конструкция и показан ее проблемный характер. Естественно, когда мы проверяем вступление, мы обращаем внимание и на заключение. Вот по цифрами 1, 2 и 3 нам даны заключения. Давайте оценим тоже плюс, плюс-минус или минус. Итак, первое, просмотрите, быстренько и скажите, что бы вы поставили? Плюс, плюс-минус или минус? Минус. Да, абсолютно, потому что здесь не показано отношение учащегося, да, то есть свою точку зрения он не подтвердил, он просто какой-то итог подвел. И к тому же еще предложение, то есть абзац не должен содержать одного предложения, предложение должно быть развернуто, да, или несколько предложений должно быть. Так, во втором, что мы поставим с вами? Уже, наверное, успели прочитать. Второе, второе заключение, плюс, абсолютно, да, здесь выражено и потребление средства связи, да, to conclude, I'm sure, да, высказана своя точка зрения, она перефразирована, да, и так далее. И третье, конечно, тоже у нас, что, плюс, минус или плюс-минус? Минус. Елена Августинская. Конечно, минус, потому что, да, хоть и есть у нас то самое подведение итогов, да, I think people should decide themselves, вот это вот как раз-таки фраза и дает нам минус, потому что не должно быть в заключении такой фразы, не должно, что люди должны сами решать. Здесь должна быть подтверждена другими словами своя точка зрения, что вот все равно я уверен в том, том и том. А здесь, ну, пускай люди решают сами, да, это заключение как раз-таки формата за и против. И поэтому мы здесь поставим минус. Спасибо тем, кто помогал мне. Итак, основное содержание, да, это методика оценивания по РКЗ второй абзац, там, где вы должны высказать свою точку зрения. Сейчас просмотрите, пожалуйста, варианты 1 и 2 и оцените их плюс, плюс, минус или минус. Напомню, что плюс-минус ставится, когда аспект раскрыт не полно и не точно, то есть отсутствует какой-то либо элемент, да, заявленный в критерии. Итак, пожалуйста, первое высказывание своего мнения с аргументами. Что вы поставите? Татьяна поставила минус. Так. Нет, все-таки плюс, конечно, потому что есть in my view, да, точка зрения, и она подтверждена аргументами и примерами. Плюсик, конечно. Так, а во втором, так, пока коллеги читают вопрос, отвечая, скажите, пожалуйста, перефраз важен только в первом абзаце. Да, да, только в первом абзаце. То есть, ученик должен показать, как он понял проблему. Насколько, потому что были такие случаи, когда человек не понимал, например, слово occupation, понимали, как оккупация, да, поэтому очень важно. Итак, и во второе, что мы поставим с вами, во втором, во втором варианте, мы здесь поставим плюс-минус, потому что есть аргументация, но не высказано свое мнение. Так, и третий, четвертый абзац, тоже нужно в комплексе проверять, обязательно, потому что один вытекает из другого. мы помним, да, что в четвертом абзаце опровергается точка зрения оппонента, да, то есть отбиваются его аргументы. Вот под цифрами один, два, три, нам дан третий абзац. Скажите, пожалуйста, как вы оцените первый? nevertheless, my opponents may say that unqualified job do not require digital literacy, for example. Итак, нет, здесь мы поставим плюс-минус, потому что, собственно, выражена точка зрения оппонента, но не объяснена, почему, сразу приведен пример, да, то есть он неполный и неточный. Так, во втором, во втором, здесь мы ставим плюс, да, то есть выразил мнение оппонента и объяснил, почему он так думает, то есть привел аргументы. Так, и в третьем, but there are many professions, as far as I know, which do not use computers. Здесь мы поставим минус, абсолютно, Ольга, согласна с вами, здесь минус, потому что не выражена явно и точно противоположной точки зрения и абзац у нас начинается, обратите внимание, за слово but, да, ни в коем случае в сочинении and и but не должны употребляться как средство логической связи в эссе, в котором соблюдаются нейтральности. так, и вот в конце, значит, я взяла один из абзацев, ну, допустим, это ребенок пишет, да, мы ему поставили там плюс-минус за это, и он пишет четвертый абзац, где высказывает свой контраргумент. Оцените, пожалуйста, соответствует ли контраргумент аргументу оппонента. Значит, он аргумент высказал, что многие неполифицированные работы им не обязательно цифровая грамотность, и то, что сказал, мне кажется, что он неправ, да, но я считаю, что отбил, да, можно поставить плюсик. Так, хорошо, значит, что еще, на кто еще обращается внимание, да, что входит в решение коммуникативной задачи, ну, это, естественно, и стилистические ошибки. Вот многие спрашивают, может быть, раньше писали такой риторический вопрос, да, в конце, who is right, да, он вроде бы как бы сильно не снизит оценку, но поставят плюс-минус, потому что риторический вопрос уже считается стилистическая ошибка. Ни в коем случае детям забудьте, да, просто должны такие варианты давать. Дети, многие берут примеры эссе из интернета, где вот действительно используются риторические вопросы, вот нужно раз с ними навсегда поговорить об этом, что их не нужно употреблять в речи, вернее, в своей работе. Ну, естественно, разговорные выражения конструкции типа let's, то есть informal style, например, но допускается, да, let us или let me, это считается как нейтральный стиль. Дальше, сниженная лексика, people, если заменяют словом fox, да, это неформальный стиль. Пословицы и поговорки, ну, если в качестве примера, я думаю, не считается нарушением. Ну, и там вряд ли, там же мы высказываем свое мнение, ну, может быть, как только в качестве примера можно обозначить. И то, не думаю, что будет уместно. Дальше, стяженные краткие формы, I'm here и так далее. Да, исключение составляет need that. Еще, на что стоит обратить внимание, это в стилевом оформлении учитываются и фактические ошибки. Если, например, не неверно указано там произведение или автор этого произведения или там какой-то год, то это считается фактическая ошибка. На это тоже нужно обратить внимание. Так. И, значит, еще раз напоминаю, да, решение, оценивание решения коммуникативной задачи. смотрим, на 3 балла. Если все аспекты, да, раскрыты полно и точно, ну, допускается одно нарушение нейтрального стиля, например, там, ну, допустим, даже этот риторический вопрос, да, задали, ничего страшного, если одно нарушение есть, да, то есть 3 балла выставляется, если все раскрыто полно и точно. 2 балла выставляется, если 1 или 2 аспекта раскрыты не полностью или не точно, то есть 2 плюс-минус, да, мы поставили. И, ну, 2-3 нарушения нейтрального стиля, тоже считается, как за, тоже выставляется 2 балла. И 1 балл, вот здесь, смотрите, идут альтернативы. Если не раскрыты 1 или 2 аспекта полностью, мы поставили минусы по ним, или 3 или 4 аспекта раскрыты не полно и не точно, то есть мы получили плюс-минусы, мы поставили плюс-минусы, или 1 аспект не раскрыт, а 1-2 аспекта раскрыты не полно и не точно. И также допускается 4 нарушения нейтрального стиля. Итак, вот давайте сейчас себя проверим. Представьте, что вы в дополнительной шкале оценили аспекты следующим образом, что вы поставите по решению коммуникативной задачи. Аспект 1 у нас плюс, аспект 2 плюс, аспект 3 плюс-минус, аспект 4 плюс-минус, аспект 5 минус, и аспект 6 одно нарушение нейтрального стиля. 1 балл, абсолютно верно, 1 балл мы поставим по решению коммуникативной задачи. итак, я хотела бы пожелать вашим учащимся через несколько недель отдачи на экзамене, чтобы вы в оставшееся это время все-таки доработали, проанализировали их работы, вместе с ними вспомнили типичные ошибки, подкорректировали все недочеты, все пробелы, которые есть у учащихся, и ваши учащиеся написали письменное высказывание с развернутым ответом на самые высокие баллы. Ну, теперь я готова ответить на ваши вопросы, задавайте. Вижу первый вопрос, стиль является отдельным аспектом. Да, как мы видели в бланке дополнительном бланке оценивания, значит, он входит в решение коммуникативной задачи, но является последним аспектом, аспектом номер 6. Еще есть ко мне какие-нибудь вопросы, пожалуйста, готова выслушать и ответить. Ну, я думаю, что я по ходу отвечала на ваши вопросы. Если, да, так, как считают 30% совпадений, но все-таки эксперты вычитывают, да, перед тем, как проверять, да, самые такие популярные эссе, вот, и если они заподозрили, что совпадает с каким-то источником таким, то они об этом сообщают. Так, можно ли использовать you, не поняла, you. так, задавала фразовые глаголы, фразовые глаголы, вот, извините, пожалуйста, не обратила внимания, поэтому не могу уловить сути вопроса. Итак, к сожалению, наше время подходит к концу, я думаю, что в рамках нашей организации, да, я как руководитель отдела образовательных проектов, школы, педагогического мастерства, все-таки хотела бы создать курс для наших учителей, как правильно все-таки проверять работу наших учащихся. Ну, на будущий год следите за нашими новинками, пожалуйста, и проходите наши курсы. Так, и обратите внимание, пожалуйста, на наши акции сезонный заказ Relot, называется сезонный заказ 2021, ой, да, 2021, и присоединяйтесь к нам, пожалуйста, в социальных сетях, звоните, пишите, мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы. Всего вам хорошего, хорошего дня, хороших учеников и хороших результатов на экзамене. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова